Всем привет! Сегодня 22 мая, Харьков, Харьковская область. И о чем сегодняшнее будет видео? Так как соцветий на рододендроне в этом году у меня было мало, соответственно побеги начали раньше распускаться. И слава Богу, потому что тогда они могут успеть заложить соцветия. И сегодня я хочу рассказать о формировке. Когда я хожу вокруг кустика, я хочу понять, решить, что мне с ним делать. И вот так вот вокруг обошла. И в первую очередь, что я решаю? Что формировку буду делать в несколько заходов. То есть сегодня я покажу часть и через некоторое время еще часть. Если посмотреть на все мои кустики, то можно понять, что вот этот кустик, этот кустик в этом году поддавать формировке я не буду. Потому что, скорее всего, что-то с ними произошло в течение зимы. Они тяжело вот отходят. Если все остальные уже дали побеги, то здесь побеги сидят. Соцветия так и не развились. Вот они такие вот маленькие так остались и постепенно усыхают. Значит, не будет цвести. Значит, мы тогать не будем. Этот кустик чуть лучше себя чувствует. Да, он поврежден. Он усыхал, скорее всего, корневая неудачная. И пошли побеги. Но мы их трогать не будем. Для чего? Для того, чтобы у нас уравнять этот кустик с этим или этим. Чтобы они были на одном уровне. Итак, переходим, как кажется, на самый сложный куст. Калсап еще вовсю цветет. Он позже зацвел всех. И я его пока трогать не буду. Вот на первой стадии. Хотела показать. На первой стадии я обрезала верхушки. И тут уже видно, формируются почечки. То есть, ну, посмотрим, как он будет нарастать. И уже, скорее всего, его тоже формировать не будем. Только вот ту часть, где у нас цветочки. Вот там вот, наверное, сформирую. Но еще подумаю. Итак, розариум элеганс. Хоть у нас еще и есть соцветия. Что, в первую очередь, я хочу сделать. Я хочу, чтобы он не вытягивался сверху. Сейчас я прищипываю вот эту вот верхушку. С тремя листиками. Вот она. С четырьмя даже получилось. И вот так вот прищипывание выглядит. Здесь тоже ищу. И вот так вот прищипываю. Вот они. Вот это вот прищипочка. Итак. Прищипывая верх, мы стимулируем нарастание боковых побегов. Чем больше они откроются, тем раньше я тоже их начну прищипывать. Еще хотела сказать, что вот бывают двойные, тройные. Хотела не прищипывать. Ну, теперь решила делать по-другому. Теперь еще один нюанс. Вот сильно вытянулся снизу побег. И я прищипываю его же. Вот так.